Добро пожаловать, друзья, на мой канал Виктория Аланже. Несколько дней назад мне пришло в голову, что я очень много денег трачу на средства для посудомоечной машины. И в Чехии у нас это средство примерно стоит 350 крон, это примерно 15 евро. Так что я подумала, что очень мы много расходуем это средство, и оно еще тем более химическое. А так как у меня маленькие детки, ну не маленькие, одна маленькая, другая чуть-чуть побольше, двое детей, и у нас посудомоечная машина постоянно-постоянно работает. И случайно я зашла, вот мне просто попалось видео немецкой блогерши, это наша русская девочка, она подглядела тоже это средство у немецкой блогерши. И я решила проэкспериментировать вместе с вами. Давайте вместе со мной попробуем приготовить это средство, и потом посмотрим, работает оно или не работает. У нее, я прочитала в комментариях, все девочки пишут, что это средство работает. Что нам нужно для этого? Нам нужно 3 лимона, 400 миллилитров воды, 100 миллилитров уксуса и 180 грамм примерно соли, неважно какой крупной или не крупной, и 1 столовая ложка соды. И потребуется вот такая баночка, в которой мы потом это масло перельем. А дальше я вам покажу, что мы будем делать. Сейчас я нарежу лимоны. Берем 3 лимона и достаточно просто вот так разрезать. Если есть косточки, то косточки убрать из лимона. Все, девочки, я освободила лимон от косточек, их оказалось не очень много. И сейчас нам понадобится большая кастрюля. Большая, потому что мы все это будем забрасывать в кастрюльку и кипятить примерно 15-20 минут. А большая, потому что вся эта консистенция за счет соды может подниматься наверх. И поэтому нужно будет, чем выше, чем кастрюлька глубже, тем лучше. Пойдемте со мной. Все, девочки, вот нам понадобится глубокая кастрюль. Не обращайте внимания, что если у меня тут плита чуть-чуть грязная, я только что готовила деткам ужин. Поэтому мы уже разогрели немножко, чтобы она уже была такая разогретая плита. Мы кладем лимоны, наливаем воду, наливаем уксус, ставим соль. И говорят, что консистенция может получиться разная, потому что у немецкой блогерши, у немки, у нее получилось это средство прям такое вот. Оно застыло и было вот как масло, берете которое как из холодильника. Но все это зависит от соды. Я, например, не знаю, кака у меня сода. Ну вот, насыпаю соду. И вот у нас происходит вот такой процесс. Вот, это сейчас все начнет сюда подниматься. Я, наверное, немножко сделаю огонь, чуть-чуть поменьше. И вот это все мы должны кипятить примерно 15-20 минут. Лучше всего не отходить, потому что оно может подняться. Поэтому помешивать и следить за этим процессом. Девочки, я специально сделала так, чтобы моя машинка посудомоечная была грязная. Вот посмотрите, я вот не вру. У меня даже вот тут все борта грязные от масла, от сковородки. Она у меня полностью заставлена. То есть, получается очень-очень грязная посуда. Здесь есть и стекло, есть и старые сковородки, и пластмассовая посуда. Посмотрим, что отмоется. Потому что вот если я кладу вот такие пластмассовые в посудомоечную машину, то после того средства, которое я покупаю вот у нас в Чехии в Денке, все равно идет такой белый налет. И мне приходится потом ручную все равно мыть. Посмотрим, что из этого получится. Я, конечно, не уверена, но я с вами вместе пробую. Я еще ни разу не делала это средство. Так что все это выглядит вот в таком варианте. Девочки, вот получилась вот такая консистенция. Я уже отключила плиту. И сейчас я всю эту консистенцию перелью. Кстати, тоже у меня старый комбайн, я им не пользовалась сто лет. Так что я не знаю, как это получится. То, что я нашла. Переливаем вот. Сюда. Тут немножко такая густота образовалась. Ее надо туда высыпать. Закрываю все это дело крышкой. Так, я сделала нормально, да, эта стрелка? Так. Запашок, конечно, такой отсюда идет. В принципе, я думаю, что все, перемололось. У меня припасена вот такая банка. Мы должны сюда перелить. И я сейчас перелью и поставлю на веранду, чтобы это все остыло до холодной массы. Кстати, девочки, вот как раз, когда я смотрела нашу русскую девочку, которая живет в Германии, она... У нее вот эта консистенция получилась темного цвета. Вы не переживайте, если у вас это получится темного цвета. Это, наверное, зависит от уксуса. Потому что она смотрела, когда именно немецкую блогершу, она говорила, что у ней вот эта масса получилась светлая. А у нее получилась она темненькая. Так что уксус разный у всех и может поменяться цвет, так что вы по этому поводу не переживайте. И может даже поменяться консистенция, что у кого-то эта масса будет плотнее выглядеть как маслом из холодильника, а у кого-то выглядит это как пюрешка. Сейчас посмотрим, как получится у меня. Все. Я сейчас найду крышечку и поставлю остудить. Все, девочки. В принципе, вот получилась вот такая масса. Но она еще у меня до конца не остыла. Но я думаю, что в принципе, как бы сказать, это не важно. Можно, наверное, и тепленько положить в посудомоечную машинку. Я это делаю быстрее, до того времени, чтобы уже детей положить спать, а потом показать, какой получился у меня результат. Вся эта масса выглядит похоже на сгущенку. Пойдемте, я положу. Так, девочки, я накладываю. Вот выглядит это как пюреобразное. Но я думаю, что если она еще чуть-чуть охладится, она будет немножко погуще выглядеть. И та девочка, которая делала такое же видео, она нашла этот рецепт. Она еще сюда заливала средство для просто, чтобы блестела посуда. У меня этого средства нету, поэтому мы посмотрим, как будет выглядеть просто вот с этой консистенцией. Еще раз предупреждаю, что машинка очень грязная. Я ее специально до такого состояния довела. Посмотрим, отмоется ли она сама еще и помоет ли она посуду. Все, я закрываю и сейчас, подожди. Так, и запускаю ее. А что там? Так. Все, а потом я покажу результат, как это получится. Девочки, машинка помылась. Мы запустили не на треть часа, как вначале, а на два часа, а не на эко-программу. Ну, что я могу сказать? Вот у нас лежала старая сковородка. И она вообще вот тут вот простым, которое средство мы покупали, она не отмывалась. Но я хочу сказать, что она вот достаточно вот здесь сильно отмылась. И вот остались вот только вот такие, я не знаю, пятна. Но которые, как бы сказать, простое средство, оно тоже не брало. А на самом деле вот так все чисто. Это была старая сковородка. И здесь была посуда очень сильно грязная. Если брать, например, кружку, то да. Она отмылась и отмылась так же, как и в простой машине, с простым средством, которое покупаешь. Но вот, кстати сказать, если брать стаканчики, они чистые. Но вот по вот этому стаканчику видно, немножко, вот немножко, как будто, немножко мутноватый. Но вот, кстати, блогер, которая из Германии, девочка наша русская, она ведь сюда добавляла средство, которое придает стеклу блеск. У меня этого средства не было. И если вот считать, как бы, без этого средства, то достаточно, как бы, неплохо отмылась посуда. Вот эти стенки, которые у меня были грязные, специально зажиренные на машинке, оно, конечно, не взяло. Это все-таки для посуды скорее. Надо покупать специальное средство. В ДМке продается такой баллончик. Его вставляешь туда, и он моет и саму машинку. Я, в принципе, довольна. Вот если брать, вот брать ложечки, я довольна. Я не скажу, я не скажу, что прям вау, но нормально. Потому что мы, живя в Чехии, у нас есть такой магазин ДМка, где я перепробовала, наверное, 4 или 5 средств. И вообще все время средство было с налетом. Вот, кстати, даже говоря, вот эти всякие финиш-порошки, они тоже дают постоянный налет. Это намного лучше даже помыло, чем вот с этим средством. А если брать в капсулах, вот одно средство, которое нам более-менее отмывает и помогает. Так что, если вот так разобраться, то посуда, вот даже для от котят, все помыто чисто. Я буду пользоваться этим средством. Если вы хотите, девочки, вы попробуйте, а потом мне напишите в комментариях, понравилось вам, работает ли у вас это средство. У меня оно работает. И, кстати, если я трачу вот такую пачку за 350 крон, то я покупаю лимон из связки, это стоит 30 крон. Ну и плюс смотрите, какие затраты на соль, на соду и на этот, как его? Как это средство? А, и на уксус. То есть соль, сода и уксус, ну там стоят... Что? Совсем копейки. Можно я скажу? Соль, сода и уксус стоят совсем копейки. И связка лимонов туда входит, наверное, 7 лимонов примерно. А в Лиделе продается около 30 крон. То есть, и вот этой баночке мы так подумали, что нам на ее примерно, может быть, хватит на неделю. Но даже если рассчитывая на 4 недели, как на месяц, то это получается, ну там вторую связку ты докупишь, получается 60 крон максимум затраты. И есть разница между 350 крон и 60 крон. Я буду, вот я честно говорю, я буду пользоваться, я буду пробовать. Меня устраивает, потому что вот здесь на самом деле была посуда очень грязная, очень жирная. И я специально, вот мне было интересно, как это выглядит. И вот, кстати, вот эти пластмассовые чашечки, которые я мою средством, которые я покупаю, я очень часто достаю из машинки, и она, как правило, все равно вот какой-то жир на нем не отмывается. Вот сухая она, полностью промытая. Так что, девочки, берите на заметку. Девочки, я была рада вам показать это средство, как это средство работает. Обязательно пишите в комментариях, если я вам помогла, потому что я помогла сама себе, а мне помогла другая девочка, блогер. И тем, что я сделала это видео, я хотела, может быть, кто-то не знает и тоже попробует. Это очень огромная экономия. Так что, всем большое спасибо, тот, кто меня смотрел. Если вам понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, мне лайки. Все, всем спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok